Добрый день, уважаемые наши студенты. Я, преподаватель СГА Гравина Алла-Аркайдина, кандидат юридических наук, проведу с вами консультацию по тем вопросам, которые перед вами встанут, если вы будете проходить тестирование по тестам, подготовленным Министерством образования. Должен сказать, что эти тесты значительно сложнее тех, с которыми вы раньше встречались. Они более объемны по содержанию, и для того, чтобы ответить на один из этих вопросов, вы должны знать не только конкретную норму, но и, в общем-то, показать знания по всему курсу уголовного права, будь то общая часть или особенная часть. Я хочу вам напомнить некоторые положения уголовного права, которые вы, конечно, знаете, но здесь как-то нужно более концентрироваться именно на определенных вопросах. Уголовное право – это совокупность юридических норм, которые определяют уголовную ответственность, наказуемость, принципы уголовного права, содержат конкретные составы преступления, основания привлечения к ответственности, основания освобождения, то есть весь комплекс вопросов, связанных с привлечением к уголовной ответственности. Так что же является источником уголовного права? Ответ на это вы можете найти в части 1, статье 1 УК. Уголовный кодекс Российской Федерации основывается на Конституции и общепринятых международных нормах. То есть у нас кодекс состоит из самого кодекса и тех норм, которые закреплены в Конституции и в международных нормах. И все-таки основное – это нормы уголовного кодекса. Конституция является основанием для разработки кодекса, а международные нормы – это только принципами, на которых строится уголовное право. Есть еще и две таких категории, как судебный прецедент и постановление пленума. Являются ли они источником права? В России относятся к континентальной правовой системе. И прецедент – это судебное решение, например, в Англии, судебное решение Палаты Лордов. Их решение является обязательным, потому что это судебный прецедент. В Англии нет кодекса уголовного. У нас судебное решение таковым не является. Хотя сейчас и такое мнение проводится, что постановление Конституционного суда в общем-то – это прообраз судебного прецедента. Но пока эта точка зрения лишь витает в кругах научных сотрудников. А официально у нас постановления Конституционного суда не являются судебным прецедентом. Что же касается постановления пленума. Когда-то они признавались обязательными для судебных органов. Сейчас даже этого нет. Хотя практически судебные органы и органы следствия руководствуются постановлением пленума. И всякий грамотный юрист, следователь или судья напишет. Постановление пленума, говорится о том, о том, о том-то. На основу есть на этом вот такое вот решение. Но, как источник права, постановление пленума у нас не может рассматриваться. Потому что преступлением считаются лишь те общественно опасные деяния, ответственность за которых установлена Уголовным кодексом. В ином случае Уголовная ответственность вообще не наступает. Далее, такой может быть у вас вопрос, как строение уголовно-правовой нормы. Ну, вы знаете, что любая норма состоит из трех частей. Юридической нормы, я имею в виду. Это диспозиция, гипотеза и санкция. Для Уголовно-правовой нормы характерны некоторые особенности. Например, общая часть не имеет диспозиции и санкции, а особенная часть не имеет гипотезы. Норма особенной части, ну, знаете, что особенная часть, это та часть уголовного права, или Уголовного кодекса у нас, в которой сформулированы составы преступления и санкции, определяющие наказание за эти преступления. Так вот, диспозиции у нас бывают четырех видов. Простая диспозиция, описательная, бланкетная и ссылочная. Простая диспозиция лишь называет деяние, но не раскрывает его признаки. Например, я вам привожу статью 126-ю-ка, вы ее потом посмотрите. Это похищение человека. Ну, что такое похищение человека, это объяснять не нужно, поэтому закон и дает вот такую конструкцию. А писательная диспозиция, она дает определение наиболее существенных признаков преступления. Например, кража – это тайное похищение чужого имущества. Или вот здесь у вас приводится статья 160-я – присвоение или растрата. Как понимать этот состав? Оказывается, это хищение чужого имущества, веренного виновному. Далее. Бланкетная диспозиция. Такая диспозиция не содержит конкретных признаков преступления, а отсылает к другим нормативным актам, которые относятся к иным отраслям права. Ну вот, пожалуйста, статья 143, часть 1. Она предусматривает ответственность за нарушение правил охраны труда лицом, на котором лежали обязанности по соблюдению этих правил. Но только в том случае, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Когда следователь или судья сталкивается с такой нормой, то он должен прежде всего узнать, что же в данном случае нарушено, какие правила охраны труда существовали, и тогда обращается к нормам трудового права. И если будет выяснено, что нарушены определенные вот такие-таки-таки-таки-то нормы, и если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, то тогда мы можем говорить о том, что есть основания для привлечения к уголовной ответственности. Далее. Ссылочная диспозиция. Она содержит отсылку к другим нормам, но именно к уголовному кодеку. Например, статья 112. Вред причиненный здоровью рассматривается как вред средней тяжести, если отсутствуют последствия, указанные в статье 111 Уголовного кодекса. Что это значит? Это значит, что нет таких последствий, как причинение тяжкого вреда здоровья, нет, никакой орган не потерян, зрение не потеряно, ухо не потеряно, беременность не прервана, наркоманом не стало и так далее. Тогда мы говорим, что да, здесь будет вред здоровью средней тяжести. Но уголовный закон, он должен быть не только издан, но и понят. В том случае, никакой правоохранительный орган не может его правильно применить. Так кто же дает возможность нам понять содержание закона? И здесь установлена очень строгая такая градация, что ли. У нас существует несколько видов толкования. Это легальное, судебное и дектринальное, иначе называется научное толкование. Легальное толкование дает только тот орган, который издает нормативный акт. В данном случае мы говорим об уголовно-правовой норме. Таким органом является Государственная Дума, ибо только она принимает у нас законы. Далее судебное толкование. Вот только что я вам говорила о том, что постановления Пленума и Верховного суда, они дают руководящие разъяснения правоохранительным органам, то есть судебным и органам предварительного расследования. Они тоже толкуют норму, но это толкование не имеет обязательно такого характера. Они просто разъясняют, как судебные органы должны понимать ту или иную норму. И третий вид толкования – это доктринальное. Доктринальное – это научное. Вот вы берете комментарии к Уголовному кодексу. Вот там, пожалуйста, одна и та же норма может толковаться в разных комментариях по-разному. Это не запрещается. У каждого научного работника или научного учреждения, под эгидой которого издается комментированный кодекс, имеет право высказывать свою точку зрения. И, конечно, ученые придерживаются, как говорится, по одной норме, может быть, несколько, три точки зрения. Поэтому официальным является только у нас легальное толкование. А доктринальное – это толкование для того, чтобы выяснить различные позиции. Довольно сложный вопрос в уголовном праве – это действие уголовного закона в пространстве и во времени. Преступность и наказуемость определяются законом, который действовал во время совершения преступления. Ну, это общепринятая норма. Но бывают и такие моменты, когда преступление совершается, и оно продолжается. Так называются длящиеся преступления. Ну, например, злостное уклонение от уплаты алиментов. Либо незаконное хранение оружия. Либо побег из места лишения свободы. Ну, длящиеся преступления – это понимается длительное, последовательное неуполнение тех обязанностей, которые были возложены на лицо уголовным законом. Преступление считается начатым с того момента, когда совершено первое противоправное действие. То есть он покинул колонию. Вот отсюда начинает, с этого момента, начинает течь, так сказать, это длящееся преступление. Ну, как правило, в соответствии с принципом действия закона во времени, действует тот закон, который был на момент совершения первого противоправного действия. Вот он оставил колонию, вот начинает действовать тот закон, который действует во время. Но не исключено, что за то время, пока длилось преступление, был принят новый закон. Как быть в этой ситуации? Ну, существует опять-таки такой принцип, что положение лица, привлеченного к ответственности, не может быть ухудшено. То есть, если новый закон облегчает положение его, ну, представляете, вот если он покинул место лишения свободы, а через какое-то время выходит закон, что вообще это у нас не преступление, тогда мы говорим о том, что человек не виновен. А если, наоборот, издали закон, который усилит уголовную ответственность, то здесь мы говорим нет. Мы не можем ухудшить его положение. Поэтому у нас будет действовать тот закон, который действовал на момент совершения первоначального действия, но сейчас его нет. Действие уголовного закона в пространстве предполагает два принципа – универсальный и принцип гражданства. Ну, это бы уже проходили, вы знаете, что такой универсальный принцип. А вот принцип гражданства – у нас здесь есть сложности, когда, например, это речь идет о лицах, совершивших, ну, граждане России совершили преступление за рубежом. Как они должны нести уголовную ответственность? Обратите внимание на принцип гражданства, изложенный на вашем слайде. Если преступление совершается за пределами России, а затем человек возвращается, то он несет ответственность по УК РФ, но при двух условиях. Если эти действия считаются преступлением и в том государстве, на территории которого оно было совершено, и лицо не было в том государстве осуждено. То есть, совершив преступление, например, убийство, российский гражданин, он возвращается сюда, считая, что он может скрыться от уголовной ответственности. Но мы его задерживаем и говорим, нет, ты совершил убийство, и вот в том государстве оно тоже считается преступлением, и в том государстве ты не был привлечен к ответственности. Поэтому, пожалуйста, мы тебя привлекаем к этой ответственности. Это один вариант. Но как быть в тех случаях, когда у нас гражданин является военнослужащим? И находится в числе войск, которые дислоцированы за рубежом, находится в какой-либо стране, совершает там преступление. Как он должен нести ответственность? Военнослужащие, дислоцирующиеся на территории других государств, если они совершили преступление в этом государстве, они несут ответственность по уголовному кодексу. Но, возможно, и другой вариант, когда между государствами заключается договор. И там оговаривается, что вот в этом варианте он будет нести ответственность по уголовному кодексу того государства. Но, опять повторяю, это только в том случае, если есть международное соглашение между государствами. Таким образом, военнослужащие, которые находятся в составе вооруженных сил Российской Федерации, но расположенных на территории другого государства, несет ответственность по уголовному кодексу Российской Федерации. Следующим большим институтом уголовного права является институт соучастия. Ну, как вы знаете, соучастие, это есть умышленное участие двух и более лиц в совершении умышленного преступления. Вот видите, какая получается как бы тавтология. Умышленное участие в совершении умышленного преступления. Но в законодательстве ничего не бывает лишнего, по крайней мере в уголовном кодексе. Действительно, вставал вопрос о том, ну, может ли быть соучастие в неосторожном преступлении. Ну, вот, наверное, это у вас приводится в юнити, или просто я вам расскажу этот случай, когда едут в лодке, значит, трое приятелей, решили подшутить над одним из них, который не умеет плавать, раскачивают лодку, лодка переворачивает, один тонет. Совместно они действовали? Совместно. Умышленно они его утопили? Неумышленно. Нет здесь соучастия. Уголовный кодекс различает две формы, вернее, две такой разновидности, как виды соучастников и формы соучастия. Виды соучастников – это те лица, которые принимают участие в совершении преступления, но при этом каждый из них, спасибо, каждый из них выполняет свою определенную роль. Соучастники у нас бывают следующих видов. Это исполнитель. Это лицо, непосредственно совершающее преступление, либо участвующее в его совершении в группе с другими лицами, совместно с другими лицами. Дальше. Организатор – это лицо, организовавшее в совершении преступления, либо руководившее его исполнением, а также лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество. Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления, путем уговора, подкопа, угрозы. Но это не организатор. Он только склонил, и, так сказать, его функция кончилась. И четвертый вид соучастников – это пособник. Пособником признается лицо, содействуящее в совершении преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств. Вот это очень важное дополнение, которое появилось у нас в последние десятилетия, что если он дает деньги, например, на совершение преступления, то он считается пособником. Пособником также признается лицо, заранее обещавшее скрыть следы преступления либо орудия преступления. Ну и другой разновидностью соучастия у нас есть формы соучастия. Формы соучастия. Первое. Группа лиц без предварительного сговора. Вот идут двое, они о чем-то, значит, и не договариваются. Ну, видите, идет девушка в шубе. Переглядываются ребята, уже они к этому делу привыкли, и они снимают с нее шубу. Это без предварительного сговора, но все равно это соучастие. Второй вид. Группа лиц, совершившие преступления по предварительному сговору. Ну, это сами понимаете, что они заранее уже договорились. И третий вид, третий формы соучастия – это соучастие организованной группы. Организованная группа характеризуется тем, что преступления совершаются устойчивой группой, которые заранее объединились для совершения одного или нескольких преступлений. И наиболее опасной формой соучастия является преступное сообщество. Ну, это сплоченная группа организованная, которая создается для совершения только тяжких и особо тяжких преступлений. Исполнитель – это основная фигура соучастия. Все, что он делает, его и пособники, и подстрекатели – это именно как бы обслуживает выполнение преступления. То есть только исполнитель выполняет объективную сторону преступления. Но не исключается ситуация, когда исполнитель привлекает для совершения преступления лиц, которые совершенно очевидно не могут быть субъектом преступления. Это малолетние, это 12-13-летние подростки, либо неуменяемые, либо человек, который даже не знал о том, что, в общем-то, происходит преступление. Мы будем его привлекать к ответственности за то, что он совершил, если по неосторожности. Но в данном случае, как участник преступления, он себя не расценивает. То как же мы должны квалифицировать эти действия? Такая ситуация создается при совершении групповых сексуальных преступлениях. Поскольку у нас один из участников этой группы не может быть привлечен к уголовной ответственности, то здесь нельзя говорить о соучастии. Несмотря на фактическое групповое выполнение преступления, отвечает только один исполнитель, то есть то лицо, которое может понести уголовную ответственность. В данном случае имеет место так называемое посредственное причинение. Это известно в уголовном праве, но оно сейчас и включено в уголовный кодекс. Значит, такое преступление, я повторяю, не рассматривается как групповое, как совершенное соучастие. Уголовное право состоит из двух частей. В основных таких фундаментальных это преступление и наказание. Главное, что человек совершил и какое наказание ему это определено. Так вот, в уголовном кодексе Российской Федерации, который вступил в действие с 1 января 1997 года, по-новому определяются цели наказания. Если мы обратимся к уголовному кодексу РССР, то там цель наказания это было перевоспитание осужденного, исправление, а также предупреждение, совершение им нового преступления. Но, в общем-то, практика показала, что перевоспитать осужденного практически невозможно. И новый закон, новый уголовный кодекс, он стоит на более реальной почве и определяет цели наказания, как восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им нового преступления. Социальная справедливость, я думаю, что вы это помните. Это значит, что должно быть назначено такое наказание, которое общество, мы с вами, будем воспринимать как наказание справедливое. Наказания бывают двух видов. Их-то видов 13 всего, но они делятся на две такие группы, как основные и дополнительные. Обратите внимание, я хочу вам сказать, что у нас были приняты изменения к уголовному кодексу 8 декабря прошлого года, 2003 года. И эти изменения коснулись и видов наказания. Вот если вам где-то встретится такой вид наказания, как конфискация, вы должны знать, что этого наказания уже не существует. Конечно, сейчас идет речь о том, чтобы вернуть конфискацию и применять его как наказание к террористам, но пока это все на стадии обсуждения проекта. В уголовном кодексе официально такого наказания не существует. Так вот, какие наказания могут быть основными, какие могут быть дополнительными? Это видите, да? Основные наказания – это исправительные работы, лишение свободы и пожизненное лишение свободы. Дополнительные – это лишение специального воинского звания. Раньше была конфискация имущества, но сейчас конфискации, я вам уже говорю, что такого вида наказания у нас не существует. И есть два вида наказания, которые применяются и как основное, и как дополнительное. Это штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Лицо, привлеченное к уголовной ответственности, может быть и от этой ответственности освобождено, либо вообще не привлечено к ответственности. Основания освобождения от ответственности определяются в статьях 75 и 78 Уголовного кодекса. Что это такое? Прежде всего, это деятельное раскаяние. Дальше, примирение с потерпевшим и истечение сроков давности при влечении к уголовной ответственности либо исполнении приговора. Освобождение от уголовной ответственности – это не значит оправдание. Просто есть такие условия в законе, когда человека можно не привлекать. Например, примирился с потерпевшим при совершении преступления незначительной или средней тяжести. Вот там основания. Можно сказать, что он не совершал преступления? Нет, конечно. Можно сказать, что была правда? Нет. Так кто же может освободить от уголовной ответственности? В Уголовном кодексе есть два основания освобождения. Это от уголовной ответственности и второе – освобождение от уголовного наказания. От уголовной ответственности может быть освобожден подозреваемый, обвиняемый, подсудимый. Следовательно, субъектом освобождения выступает орган предварительного расследования, то есть следователь, дознаватель, прокурор и может быть также суд. А вот освободить от наказания может быть только суд. Возможно также освобождение от амнистии. И по амнистиям. Статья 103 Конституции и статья 84 Уголовного кодекса определяют, что амнистия объявляется Государственной Думой в отношении индивидуального неопределенного круга лиц. То есть, если помилование, например, мы говорим, что человек был помилован, это конкретный акт в отношении конкретного индивидуального человека, то акт амнистии касается определенной категории. Например, освобождается от ответственности все женщины, имеющие детей в возрасте до 5 лет, например. Вот так. Ну, я говорю так условно. Категория-то одна, именно эти женщины. Но сколько их будет, амнистия не может определить. Поэтому мы говорим, что это индивидуальный, неопределенный круг лиц. По амнистии можно быть освобожденным не только от уголовной ответственности, но и от наказания. Срок наказания может быть уменьшен, но также может быть и снята судимость. Как-то, когда речь идет об амнистии, то больше говорят, что освобождены от ответственности или снижается срок наказания. Но о снятии судимости говорят меньше, но мы должны знать, что и это тоже относится к компетенции Государственной Думы, когда она принимает акт об амнистии. Так вот, что же такое судимость? Судимость – это правовое состояние лица приговоренного наказания за совершение преступления. Судимость создает для человека довольно неприятные последствия. То есть он уже отбыл наказание, он уже дома, но судимость у него сейчас существует. Это значит, что он не может по своему усмотрению избрать какое-то место жительства, если такой человек захочет поехать за рубеж, то препятствия для этого. То есть неприятности, конечно, существуют. Судимость существует на протяжении определенного времени. Но она может быть либо снята, либо погашена. снимается судимость только каким-то актом определенным. Например, вот я вам говорила про амнистию. Актом амнистии судимость такой-то категории лица считается снятой. Либо человек обращается в суд, и суд рассматривает вопрос о том, можно ли снять с него судимость. А вот погашение судимости происходит автоматически по истечению определенного срока, установленного в законе. Следующий вопрос у нас. Это несовершеннолетние. Большая категория наших осужденных. И, к сожалению, она с каждым месяцем все более и более увеличивается. Впервые Уголовный кодекс выделил преступления, совершенные несовершеннолетними, и ответственность за эти преступления в особую главу. Кто же является несовершеннолетним? Именно в уголовном праве. Для нас с вами несовершеннолетние, для которого нет еще и 18 лет. Но в уголовном праве несовершеннолетние могут привлекаться к ответственности. И уголовная ответственность, я понимаю, что вы это все знаете, наступает с 16 лет, но за некоторые преступления с 14 лет. Поэтому, если станет вопрос о том, кого считать несовершеннолетним в соответствии с нормами Уголовного кодекса, то вы должны знать, что это лица, совершившие преступления в возрасте начиная с 14 лет, но не достигшие 18 лет. Им назначаются наказания, определенные в статье 44-го Уголовного кодекса. Это не все наказания. Например, не может быть назначено несовершеннолетнему смертная казнь. Это прямо сказано в законе. 59-я статья у нас существует в Уголовном кодексе. И если шли разговоры о моратории, то это только постановление Конституционного суда, который решил, что... Ну, у нас суд присяжных, поэтому в одних местах у нас присяжные вообще могли человека признать, так сказать, невиновным. И тогда судья вынужден вынести оправдательный приговор. А в других местах за это же самое преступление, если дело рассматривается таким судом в составе судьи и двух заседателей, народных или присяжных, то... Вернее, народных, извините меня. Народных. То вообще могли дать ему высшие меры наказания. Конституционный суд посчитал, что это неправильно, что нарушается принцип правенства перед законом и судом, и постановил, что пока не будет на всей территории Российской Федерации судоприсяжных смертной казни не может назначаться, то есть не исполняться, а не назначаться. Ну, как вы тоже знаете, что суд присяжных у нас по уголовному профессиональному кодексу должен быть введен в 2007 году в Чечне, это последний наш будет субъект, и тогда будет окончательно решаться вопрос о том, что будет у нас назначаться смертная казнь или нет. Но сейчас она по уголовному кодексе существует, и те изменения, которые были внесены 8 декабря прошлого года, никак не сказались на этом виде наказания. Так вот, значит, несовершеннолетним не может назначаться смертная казнь, пожизненное лишение свободы, ну, и такие виды наказания, как лишение воинского или специального звания, у них у него вообще не может быть, не может быть ограничений по военной службе, тоже не так, категории, которые служат, но к ним не может быть и применено ограничение свободы. Вообще, ограничение свободы у нас и не применяется пока, хотя в уголовном исполнительном кодексе предусмотрено оно, но пока не создано условие для этого, то это наказание не функционирует. Изменение к уголовному кодексу, внесенное 8 декабря 2003 года, внес существенное изменение возможности наказания лишения свободы несовершеннолетним. Лишение свободы назначается несовершеннолетним дифференцированно. То есть до 16 лет им не может быть назначено наказание свыше 6 лет. Это новое положение. Я думаю, что вы еще, может быть, не обратили внимания на эти изменения, но когда вам придется отвечать на тесты, вы имеете ввиду существенные изменения. У нас и защищались студенты по теме ответственности несовершеннолетних и не всегда они знали об этих изменениях. Если же несовершеннолетний, который не достиг возраста 16 лет, совершает особо тяжкое преступление, а также остальные несовершеннолетние совершают это же такие же тяжкие, то им назначается лишение свободы до 10 лет. То есть у нас раньше было как, что всем несовершеннолетним назначается лишение свободы не более 10 лет, то видите, то здесь выделяется какая-то группа, которые еще у нас считаются маленькие, от 14 до 16, им только 6 лет. Если же они совершают особо тяжкое преступление, то в этом случае возможно 10 лет. И также для остальной категории несовершеннолетних. очень важное дополнение внесено этим законом в уголовный кодекс. Лишение свободы не может быть назначено несовершеннолетнему, совершившему в возрасте до 16 лет преступление небольшой или средней тяжести впервые, а также остальным несовершеннолетним, совершившим преступление небольшой тяжести. вот какие существенные изменения были внесены в отношении несовершеннолетних. Обратите внимание вот на этот слайд, который сейчас у вас на экране, он отражает эти новые изменения. Наряду с наказанием несовершеннолетним могут быть назначены и принудительные меры воспитательного характера. То есть это не значит, что им одновременно и наказание, и принудительные меры, что-нибудь одно. То есть если суд видит, что по своему характеру, по характеру совершенного преступления и по характеру личности возможно назначить наказание не связанное с лишением свободы или другими ограничениями, то назначаются меры воспитательного воздействия. вот они у вас на экране сейчас. Это предупреждение, передача под надзор родителей, возложение обязанности загладить причиненный вред. И четвертый вид ограничения досуга и установления особых требований поведения несовершеннолетнего. Ну, вам растолковывать эти виды принудительного воздействия к несовершеннолетним не стоит, потому что наверняка вы знаете о том, что такое предупреждение. Потом под надзор родителей. Ну, здесь под надзор родителей и либо лиц, значит, которые осуществляют опеку над этим несовершеннолетним, либо его законные представители, либо иной специализированный орган. Ну, возложение обязанности загладить причиненный вред тоже само по себе понятно. Но что понимается под ограничением досуга и установлением особых требований к поведению? Я обращаю ваше внимание, что вот эти меры принудительного воздействия несовершеннолетним это перечень исчерпывающие сами по себе эти меры. А вот особые требования предъявляемые несовершеннолетним этот перечень не является исчерпывающим. Что еще он примерный? Что же сюда относится? Это может быть запрет посещать определенные места. Ну, например, ему запрещают посещать дискотеку, потому что знают, что там неблагополучная ситуация, там наркотики, там водка, и ему запрещено. Далее. Использование определенных форм досуга, в том числе и связанных с управлением транспортом. То есть, может ему суд запретить ездить на мотоцикле? Может. Водить машину? Может. На тракторе ездить? Ну, поскольку есть управление транспортом, то может запретить и это. Дальше. Особым требованием предъявляемым несовершеннолетним может быть ограничение пребывания вне дома после определенного времени. Ну, это так сказано в законе. Ограничение пребывания вне дома после определенного времени. То есть, он должен быть дома 10 часов. Все. И специализированный государственный орган, он осуществляет контроль за поведением несовершеннолетних, которым применены принудительные меры восприятного характера. И вот он отмечает, соблюдает он это правило либо нет. Дальше. Может быть ограничен выезд в другие местности без разрешения вот этого самого специализированного государственного органа. То есть, он не имеет права выезжать в другую местность. Либо, если ему не будет дано соответствующее разрешение. И очень важное положение закона о том, что на несовершеннолетнего, которому применены принудительные меры воспитательного воздействия, может быть возложена обязанность вернуться в школу, вернуться в техникум, вернуться на работу. И следующее предусмотренным законом требование это возможное требование трудоустроиться с помощью специализированного государственного органа. У нас сейчас есть комиссия по делам несовершеннолетних и защите прав. И вот одна из обязанностей комиссии по делам несовершеннолетних, так я вам кратко буду называть ее, это помочь несовершеннолетнему устроиться на работу. Потому что таким образом осуществляется как бы социальный контроль за ним. Нельзя же так, он совершил преступление и в общем-то к нему применили принудительные меры воспитательного воздействия, это значит он находится на свободе и никто не обращает внимания. Комиссия должна помочь ему трудоустроиться. на несовершеннолетних распространяется вообще более такой мягкий режим привлечения к ответственности и исполнения всяких решений, которые с этим связаны. И это относится и к применению условно-досрочного освобождения. вы знаете, что в соответствии с 77 статьей Уголовного кодекса лицо отбывший определенный срок наказания может быть представлено к условно-досрочному освобождению. Почему это условно-досрочное освобождение? Потому что освободив человека ставятся определенные условия. То же самое требования могут быть и к несовершеннолетним. кстати, вот то, что я вам требования перечислила сейчас, особые требования, они могут распространяться и на несовершеннолетнего, которому предоставлено условно-досрочное освобождение. Но как и виды наказания, которые могут быть более мягкие для подростков, так и условия условно-досрочного освобождения тоже имеют свою специфику. Эти условия более льготные. Несовершеннолетний должен отбыть примерно одну треть срока наказания, после чего может быть представлен условно-досрочное освобождение, если он совершил преступление небольшое, либо среднее, либо тяжкие преступления. Вот это неприменимо к остальным категориям осужденным. К ним может быть одна треть лишения срока отбытия наказания, это может быть, но только в случае, если совершено преступление небольшой или средней тяжести. Для несовершеннолетних это и преступления тяжкие. Остальным осужденным нужно отбыть за тяжкие преступления половину наказания. для несовершеннолетних сокращен также срок погашения судимости. Мы с вами говорили о погашении судимости, что это происходит автоматически. Так вот, для несовершеннолетних, которые совершили преступление небольшой или средней тяжести, судимость погашается по истечению года. А если лечь идет о взрослых, то этот срок устанавливается в 3 года. Но если совершает несовершеннолетний преступление тяжкое или особенно тяжкие, то этот срок составляет 3 года, а для остальной категории осужденных 6 лет. Видите, у нас срок погашения судимости сокращается либо в 3 раза, если это небольшой тяжести тяжкие преступления, либо в 2 раза, если речь идет об особо тяжких преступлениях. заканчивая характеристику общей части уголовного права, я хотела бы остановиться еще на одной категории лиц, совершивших общественно опасные деяния, преступления, не подлежащих привлечению к уголовной ответственности. Такие лица признаются либо неуменяемыми, поэтому вообще не являются субъектом преступления, либо у них психическое расстройство наступает после совершения преступления, либо они лица с ограниченной меняемостью. Ограниченная меняемость это признание, что лицо совершил преступление в таком состоянии психического расстройства, когда он не может в полной мере отдавать отчет своим действиям, но меняемым является. Первая категория это неуменяемые, вторая категория психическое расстройство наступило после вынесения приговора, после совершения преступления, и третья категория это лица с ограниченной меняемостью, которые отдают отчет своим действиям, но не в полной мере. Таким лицам применяются принудительные меры медицинского характера. Это не является наказанием, не создает судимости, но человеку применяются определенные меры принуждения. Прежде всего, в зависимости от психического состояния определяется, в какой вид учреждения это лицо должно быть помещено. Если это небольшая степень психического расстройства, то проходит лечение амбулаторно, наблюдается у психиатра. Для других категорий существует такая форма, как помещение в психиатрические стационары, либо это будет общего типа, либо специализированного типа, либо специализированного типа с интенсивным наблюдением. То есть, либо это будет больница, либо это будет такая закрытая лечебница, либо такая лечебница, где требуется охрана. Возникает вопрос, а вот как быть, когда человек выздоравливает? И засчитывается ли срок пребывания в психиатрическом стационаре в срок отбывания наказания? Ну, конечно, когда речь о неуменяемых, там вообще наказания никакого нет. А вот этот вопрос относится к двум другим категориям. Те, которые получили психическое расстройство уже после совершения преступления, либо после вынесения приговора, либо когда отбывалось наказание, либо они являются ограниченной меняемостью. Ответ на этот вопрос дает статья 103 Уголовного кодекса. В случае излечения лица у которого психическое расстройство наступило после совершения преступления, либо при назначении наказания, либо возобновлении его исполнения, время, в течение которого он находился на принудительном лечении, засчитывается в срок отбывания наказания. Причем засчитывается так, из расчета один день пребывания в стационаре за один день лишения свободы. Что это значит? Это значит, что то время, когда лицо пробыло в психиатрическом стационаре, у него продолжил течь срок отбывания наказания. Срок пребывания наказания, извините, пожалуйста, меня, срок лечения может быть либо продлен, либо изменен, либо прекращен. Кто это делает? Во-первых, суд может назначить только принудительное лечение, но на какой срок это он не определяет. Это может определить только врач-психиатр. То есть проводится экспертиза и через каждые 6 месяцев комиссия врачей смотрит, в каком состоянии находится человек. Но окончательное решение принимается, конечно, судом. Суд может либо продлить, либо изменить, либо прекратить принудительное лечение. Но для этого требуется представление администрации учреждения, ну, больницы, где находится низлечение наш больной. А для заключения, для представления администрации требуется заключение комиссии врачей-психиатров. Итак, продлевается срок судом, но для этого требуется соответствующие сведения, поступающие из больницы, из стационара. Ну, вот на этом это основные положения общей части уголовного права. теперь мы перейдем к особенной части. Почему я так подробно останавливалась на общей части? Потому что все вопросы, которые вам встретятся при ответе на вопросы, на тесты, они все равно потребуют обращения к общей части. Будет ли это речь идти о толковании уголовного закона, либо о соучастии, такие вопросы тоже у вас будут. Либо о несовершеннолетних, поскольку вы люди молодые, то ответственность несовершеннолетних она как-то вас должна интересовать в значительной степени. И принудительные меры тоже применяются, кому они применяются, кто продлевает этот срок. Опять-таки уголовная ответственность, кто может освобождать его, а кто может от уголовного наказания, какие органы, мы должны все это знать. То есть уголовная ответственность это освобождает органы предварительного расследования, прокурор либо суд. От наказания освобождает только суд. Теперь перейдем к особенной части, где сформулированы конкретные составы преступления и санкции за эти преступления. Наиболее опасным видом преступления является у нас преступление против личности. В уголовном кодексе выделено просто большущий раздел преступлений против личности. И там и преступления против жизни, и против здоровья, и нарушение кондиционных прав граждан, и унижение человеческого достоинства. То есть это громадная категория. Но, конечно, прежде всего нас интересует преступление против жизни. Это статья 105-я имеет простой состав в части первой и квалифицированный состав в части 2-я, где до пункта, по-моему, N квалифицирующих обстоятельствах. Возникают вопросы при квалификации. Что понимать под таким квалифицирующим признаком, как убийство двух или более лиц. Поставление пленума дает разъяснение по наиболее сложным вопросам и, кстати, останавливается именно на этом признаке. Вот, например, идет человек, убивает одного, потом заходит куда-то в магазин, убивает другого, потом третьего. Ну, бывают такие случаи. Как мы будем это рассматривать? или вот возьмем такое страшное преступление, которое совершил Чикатило, там было несколько десятков убийств. Это что, будет убийство одного или более лиц, либо это будет каждое самостоятельное убийство. Все зависит от того, на что был направлен умысел виновного. Если он сразу понимал, что он хочет убить несколько человек и это делает, то это будет убийство при квалифицирующих обстоятельствах. То есть убийство двух или более лиц. А если он, вот в том примере, который вам привела, сначала он убивает одного, потом другого, по Антону третьего, здесь уже говорить о квалифицирующем обстоятельстве нельзя. Точно также и в практике и у вас будут такие вопросы о том, что такое убийство с особой жестокостью. Вот убийство, например, когда человеку сразу стреляет и у него насчитали 18 пулевых отверстий и ран. Это что, убийство с особой жестокостью или нет? при оценке жестокости исходит из-за того, как воспринимает потерпевший вот эти действия виновного. Была ли жестокостью, когда масса пулевых ранений? Нет, он мог скончать от второго, так сказать, это все происходило молниеносно, поэтому жестокости здесь не было. А вот когда убийца действует садистки и наносит, причиняет жертву мучения физические, либо это происходит в течении, даже если происходит на глазах у ребенка, это считается, что это преступление, совершенное с особой жестокостью. Либо такой признак, как убийство с использованием беспомощного состояния потерпевшего. Когда человек связан, это как считается использование беспомощного состояния, либо нет. И вот студенты дают совершенно разные на это ответы. Одни считают, что здесь беспомощное состояние, другие считают, что беспомощного состояния не будет и совершенно правильно считают. Потому что для того, чтобы связать потерпевшего, для этого надо до него еще добраться. И преступник еще не знает о том, чем все дело кончится. Поэтому это неквалифицирующие обстоятельства. А вот когда речь идет о больном и преступник знает, что ему будет легче действовать, и он малолетнего или больного человека убивает, то это конечно будет использование беспомощного состояния. Лишение жизни человека присутствует у нас и не только в статье 105, а и в ряде других преступлений. Например, статья 295 предусматривает ответственность за посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Посягательство на жизнь предполагает и убийство. Убийство судей, следователя, притяжного заседателя, прокурора, судебного пристава. То есть те лица, которые либо непосредственно ведут расследование, либо осуществляют правосудие, либо выполняют решение суда. Почему здесь нельзя говорить о том, что это не будет убийство, квалифицируемое по статье 105 Уголовного кодекса? Хотя и там, и там у нас есть смерть человека. Все зависит от того, опять-таки, на что направлен умысел преступника и что является объектом. То есть имея такую задачу, кстати, я должна вам сказать, что в ваших тестах будут и вот такие ситуации, которые нужно будет разобрать, это как задачка. То вы должны обратить внимание на анализ самого состава преступления. Что является объектом? Что стремился достичь своими действиями преступник? Вот если мы говорим о преступлении против личности и об убийстве, он просто убивает человека, просто он его убивает, ему не важно, чем он занимается и работает он или ведет ли он следствие или нет, это не имеет значения. А вот когда убивает лицо, которое связано с осуществлением правосудия, вот здесь у преступника совершенно определенное намерение. Он это делает для того, что либо запугать следователя, ну наверное чтобы запугать следователя, конечно, и вообще чтобы дело прекратилось, и чтобы вообще забыли об этом преступники. Но уголовная ответственность такая же, как запосягательство на жизнь работников правоохранительных органов и органов правосудия, установлено из-за запосягательства на жизнь их близких. Не близких родственников, потому что в некоторых случаях может стоять вопрос так, а вот близкие родственники, близкие родственники это более узкий круг, чем близкие. Близкие могут быть и не родственниками, но преступник знает, что человек близкий и его убийство причинит ему большие страдания. Поэтому не случайно посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа рассматриваясь как преступление против правосудия, объектами является правосудие, а жизнь является дополнительным объектом. То есть здесь можно говорить, что в основном объекте это правосудие и дополнительный объект это жизнь. Точно так же эта статья распространяется и на постигательство на жизнь близких вот этих лиц осуществляющих правосудие либо расследование в одинаковой мере. Вот. и поэтому посягательство на их жизнь и убийство их будет квалифицироваться не по 105-й. Вы понимаете, даже если лицо не осуществляет там правосудие и расследование дела не ведет, но является близким человеком для следователя, то все равно эти действия будут рассматриваться и квалифицироваться по статье 295-й, то есть как преступление против правосудия. Но бывают и другие ситуации, когда убивают осужденного в местах лишения свободы, либо лицо, которое находится в предварительном заключении, то есть следствие еще ведется, либо вообще отбывает административный арест, то есть он находится в каких-то местах связанных с ограничением свободы. По какой статье должны квалифицироваться действия такого лица? У нас есть специальная статья 321-я. Это дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Казалось бы, что по названию статьи можно квалифицировать убийство того, кто находится под следствием или отбывает административный арест, можно квалифицировать по этой статье. Но обратимся к саму редакции этой статьи. Здесь предусматривается ответственность за насилие, опасное для жизни или здоровья в учреждениях, обеспечивающих изоляцию от общества, но потерпевшими могут быть только осужденные. Потерпевшим от этого преступления не может быть ни подозреваемый, ни обвиняемый, ни подсудимый, а тем более не может быть лицо, которое находится под административным арестом. Поэтому убийство таких лиц должно квалифицироваться по статье 105 Уголовного кодекса. Итак, если вам попадается такой вопрос, где имеет место лишение жизни человека или, так сказать, нашим таким обиходным языком убийства, то вы должны посмотреть прежде всего, что является объектом, убили ли его, так сказать, как просто как биологическое существо, что ли, либо убили потому, что лицо выполняло какое-то определенное, какие-то функции определяло, да, и дальше вы обращаетесь к анализу объективной стороны преступления. Есть там сказано, что распространяется эта норма только на осужденных, как я вам говорю в статье 321 это преступление против порядка управления, то квалификация должна быть соответствующая. Это значит будет вот в том примере, когда я вам приводила о том, что лицо отбывало административный арест, а его в это время убили. Почему убили? Почему? Потому что он оказывал помощь органам следствия, вот так предположим. То есть здесь не будет убийства лица при исполнении общественного долга. Далее. У нас к преступлению против личности относятся и преступления против чести и достоинства. То есть против личной свободы, чести и достоинства. Ну, возьмем такие составы, которые посягают на честь и достоинство. В уголовном кодексе есть две таких статьи. это 129-я клевета и 130-я. Они имеют общий объект посягательства чести и достоинства, но существенно различаются по объективной стороне. Клевета заключается в распространении заведомо ложных сведений порочащих чести и достоинства, а оскорбление это унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. Так что характерно для каждого из этого состава? Во-первых, для клеветы характерна заведомость, то есть лицо знает, что те сведения, которые сообщаются, все это неправда, ложь. А форма может быть самая приличная. При оскорблении не имеет значения какие там сведения, здесь главное, что форма оскорбительная. Кстати, оскорбление тоже понятие субъективное. Может, для одного это вообще не оскорбление, он сам так выражается, а для другого человека, конечно, честь и достоинство его задеты. Так вот, посмотрим такую ситуацию. Когда человек распространяет ложные сведения, вот я вам приведу пример, что речь шла о таможенных преступлениях. И один директор коммерческой фирмы написал правоохранительные органы заявление о том, что его коммерческий директор, когда он был за границей три года назад, он получил деньги за проданные креветки и деньги эти не вернул. Вот так. Началось расследование и выяснилось, что эти сведения ложные. Но директор фирмы не знал о том, что они ложные, потому что он получил подтверждение за границей о том, что коммерческий директор получил деньги, и у него были все основания предполагать, что действительно имело место вот такое хищение денег. Но то, что эти сведения не подтвердились, не дает основания привлекать его за клевету. А вот другая ситуация. Когда эти ложные сведения сообщаются, то есть ложные сведения, которые на самом деле казались неложными, они сообщаются вот в такой грубой форме, так? То независимо от того, какие были сведения, реальные, нереальные, если эти сведения выражены доводиться до публики в такой оскорбительной грубой форме, то можно говорить, что иметь место оскорбления. То есть клеветы здесь не будет, хотя по-внешнему это будет сообщение ложных сведений, а вот будет совершенно другой состав. Именно потому, что форма была такая, которая человека унижает и оскорбляет. Следующий вопрос, на котором я хотела бы остановиться, это преступления против собственности. У нас большая категория преступлений в сфере экономической деятельности и одну из частей этих преступлений составляет преступления против собственности. Преступления это грабеж, мошенничество, кража, разбой, вымогательство. так, все назвала вам. Так, так вот, если мы говорим о хищении, то они различаются, у нас вот разбой, кража, грабеж. Как они различаются? Ну, вы знаете, что они различаются по умыслу, потому что кража у нас, как записано, тайны похищения чужого имущества, грабеж, значит, нападение с целью захвата чужого, получения чужого имущества. И вторая часть будет с применением насилия не опасного для жизни и здоровья. А разбой это нападение с целью завладения чужого имущества, но соединенное с насилием опасным для жизни и здоровья. Так вот, как быть в той ситуации, когда виновной считает, что он действует тайно, а потерпевшие, значит, потерпевшие либо посторонние видели, что происходит похищение и понимали характер этих действий. То есть, здесь может быть две ситуации. Первое, что посторонние видят, что происходит хищение, но боятся об этом сказать. А преступник считает, что он действует тайно. То как здесь нужно квалифицировать эти действия? По его умыслу. Поскольку он считает, что он действует тайно, то есть, его умыслом именно охватываются тайные действия, то независимо от того, что эти действия наблюдают и понимают их смысл окружающий, в данном случае будет иметь место кража. А, другая ситуация, когда действует, так сказать, нахально, он считает, что его все видят, что он здесь уносит все, а люди вообще даже не понимают, что происходит. То как здесь быть? Здесь тоже будет рассматриваться по его умыслу. Он считает, что он действует открыто. Далее, я должна вам сказать, что Уголовный кодекс в редакции от 8 декабря прошлого года он внес существенные изменения и прежде всего он изменил размер, вернее не размер, а выражение штрафа, например, сейчас были раньше мроты, да, столько-то минимальных размеров оплаты труда. Сейчас в уголовном кодексе минимальные размеры оплаты труда вообще не упоминаются. Поэтому вы должны это знать. Существуют только совершенно абсолютные размеры. И такой состав у нас есть, как контрабанда. Контрабанда это перемещение через таможенную границу предметов, превышающие определенный размер. Это будет первая часть контрабанды. Так вот, какой же это размер? У нас в старой редакции уголовного кодекса, я вас еще раз предупреждаю, чтобы вы обратили внимание, именно эти размеры, потому что если у вас старые кодексы, если вы до этого года их не сменили, то у вас будет именно вот эти всякие мроты, эти старые размеры. И отвечая таким образом на вопрос, вы просто дадите неправильный ответ. Так вот, вы должны знать, что крупным размером контрабанды, сверх которого невозможно перемещать товары или провозить через границу, это 250 тысяч рублей. 250 тысяч рублей. Это будет крупный размер контрабанды. То есть, если ниже этой суммы проводится товар, то это будет уже контрабан наказуемым в административном порядке. То есть, у нас уголовно наказуемое контрабаном, это перемещение через таможенную границу, способами я вам сейчас расскажу, какими, но сумма 250 тысяч рублей. Ниже этой суммы это будет административный проступок. А какими способами перемещения, это уклонение от таможенного контроля, либо непредоставление декларации, либо заведомое неправильное сообщение декларации. И вторая часть контрабанды, это не зависит от размера, здесь речь идет только о предмете перемещения. Это предметы, изъятые из гражданского оборота, и для провоза которых требуется специальное разрешение. Ну что здесь входят? Наркотики, конечно, наркотики, оружия, взрывчатые вещества, всякие яды, химикаты и так далее. Здесь уже размер значений не имеет. Следующее. Сейчас у нас очень серьезно обстоит дело с ответственностью за контрабанд, за терроризмом вообще и преступления террористического характера. И вот сейчас в Думе находятся законопроекты об усилении уголовной ответственности и обведении новых составов преступления, которые рассматриваются как преступления террористического характера. И вот к этой же категории преступления относится и бандитизм. Бандитизм определяется как создание устойчивой вооруженной группы в скобочках банды в целях нападения на граждан или организации. В целях нападения на граждан или организации. Видите, здесь не сказано о том, сколько там может быть нападений у него. А если вообще они для одного дела организовались, будет ли это банда? Во-первых, для характеристики банды, помимо того, что это устойчивая группа лиц, которые созданы для совершения нападения на граждан и организации, есть один очень существенный признак. Это вооруженность. вот если есть оружие и об этом знает хотя бы один из участников этой группы, то можно говорить о том, что имеет место банда, бандитизм. А сколько преступлений совершено, это не имеет никакого значения. И в судебной практике часто возникали вопросы о том, вообще, они собрались для того, чтобы совершить одно преступление. Пошли там, ограбили ларек или банк, то что, будет ли это банда или это будет организованная группа, то прежде всего решается, а как они пошли, как они действовали. Они действовали используя оружие, даже не используя оружие, а оружие было у одного из них, но кто-то об этом знал, а кто-то об этом не знал, все равно это будет банда. А сколько было здесь лиц, и вообще сколько было нападения, это уже также не имеет значения. Следующий вопрос, на котором бы я хотела остановиться, это разграничение таких преступлений, как государственная измена и шпионаж. Если мы откроем государственную измену, здесь я испятую, вот, государственная измена, как она определяется, то и шпионаж, выдача государственной тайны, либо иное оказание помощи настранному государству. Так? И следующая статья у нас идет прямо шпионаж. так в чем же здесь разница? Разница в том, что государственная измена своему государству может изменить только человек, который этому государству принадлежит, то есть гражданин Российской Федерации. Поэтому действия могут быть одни и те же, но субъекты будут разные. если это иностранный гражданин, то есть это шпион, да, и совершается либо лицо без гражданства, то эти действия рассматриваются как шпионаж. Если же эти сведения собирает и передает гражданин Российской Федерации, то можно говорить, что в данном случае имеет место государственная измена. Значит, есть такой интересный у вас вопрос, значит, как подлежит ли ответственности и если подлежит, то за что это возделывание растений, там, посев семян или высотка рассада без надлежащего разрешения на любых земельных участках, в том числе и на пустующих землях. Ну, вы понимаете, что здесь имеет значение не высадка, а то, что высаживается. И у нас вот многие годы считалось, что конопляное масло это очень хорошее масло, что-то еще из него делали, из его стеблей, а сейчас у нас оказывается конопля это сырье для наркотиков. Поэтому появлялась вот эта ваша задачка, что если высаживается на территории, даже на пустующих территориях, запрещенные высадки растений, то будет ли это уголовно наказуемым. Смотря, что мы высаживаем. Если мы высаживаем то, что можно использовать в дальнейшем как наркотики, то это уголовное преступление. Кстати, у нас постановление Пленума о незаконном обороте наркотики и психотропных средств как раз дает разъяснение, что это важный момент, что а если на садовых участках выращивать мак, это что, разрешается или это наказуемся? То Пленум рассказал, что нет, и мак выращивать тоже нельзя. Поэтому возделывание всего, что запрещено, к возделыванию без особого разрешения, это наказуемо. Либо это будет наказуемо в уголовном порядке, если это опасное сырье, либо здесь ответственность наступает в административном порядке. Теперь я еще хотела бы остановиться на, у нас мало времени осталось, но на вымогательстве. Является ли у нас хищением вымогательства. Преступлением против собственности оно является. Но если мы говорим о хищении, то происходит что у нас сразу? При хищении происходит изъятие имущества у собственника либо у лица, у которого он находится на законах основанию, и обращением его в свою пользу. А что у нас при вымогательстве? При вымогательстве только угроза применения насилия человеку, если он через какое-то время не отдаст это имущество либо право на имущество. То есть происходит разрыв между требованием и непосредственной передачей этого имущества. Поэтому вымогательство является преступлением против собственности, но как хищение оно не рассматривается. А давайте возьмем такую ситуацию. Вымогает дай сейчас, дай сейчас, а не то убьем тебя, убьем твою семью и так далее. Что это будет? Если дай сейчас и тот ему под страхом насилия или распространения и вообще того, чего ему очень не хочется, передает, то здесь мы можем рассматривать это как разбой. Если насилие опасное для жизни и здоровья. Возможно и вымогательство взятки. Если должностное лицо требует дать взятку под угрозой совершения действий, которые могут причинить законам интересов этого человека и все. Вот здесь надо посмотреть, что будет, потому что взятка дается для совершения каких-то действий в пользу этого лица, взятка дателя. А мы здесь говорим о том, что может быть вымогательство денег для того, чтобы он, например, не причинил ущерба этому гражданину. в зависимости от того, о каком ущербе идет речь. Здесь может быть вообще и вымогательство, либо мы можем говорить о взятке в том случае, если какие-то действия должны были быть в пользу этого человека. Теперь я хотела бы все-таки остановиться на таком вопросе, есть у вас в этих вопросах, о торговле несовершеннолетней. я должна вам сказать, что тот закон, внесшим изменением в уголовный кодекс, о котором я уже говорила много-много раз сегодня, он и ввел в уголовный кодекс новую статью. Это торговля людьми. Такой статьи у нас никогда не было. И вот торговля людьми, значит, это купли-продажи человека, либо его вербовка, перевозка, передача, укрывательство и так далее. Это первая часть. И вот вторая часть предусматривает несколько квалифицирующих обстоятельств, в том числе и торговля в отношении, эти действия в отношении заведомо несовершеннолетнего. Поэтому, если попадается вот такой вот у вас, ну вдруг попадется такой вопрос, не бог, то вы должны ответить, что существует, введена статья 127 прим, который предусматривает ответственность за торговлю людьми и квалифицирующими обстоятельствами является торговля в отношении заведома несовершеннолетнего. Здесь может быть и другая ситуация, что он не знал, что он несовершеннолетний. Но это все, что касается несовершеннолетних, это требуется заведомость, потому что у нас есть такие несовершеннолетние, которые выглядят как будто им уже 18-20 лет. Так что это есть статья такая. И кроме того, кроме торговли несовершеннолетним, введена еще статья. Это использование рабского труда. Пожалуйста, возьмите новый кодекс, посмотрите статью 127 прим и 127 2, чтобы не попали у вас такие неприятные ситуации, когда вы не знаете о том, что такие у нас статьи введены. На этом я хочу пожелать, чтобы все у вас было благополучно. Обязательно посмотрите новый комментарий к закону от 8 декабря 2003 года, потому что изменений ввесено очень много. Я вам могла рассказать только о некоторых, но главное, что вы должны знать, это то, что у нас нет мротов этих. Дальше, что очень существенные изменения внесены в статьи, регламентирующих уголовную ответственность несовершеннолетних, и обязательно посмотрите на статьи, которые предусматривают ответственность за незаконный оборот наркотиков. Это 228-я и введены там 228-я прим-2 и так далее. То есть у нас ответственность за незаконный оборот наркотиков, она более дифференцирована, чем это было сделано когда-то. И у нас отменена конфискация имущества. Ну, я думаю, что когда вы будете проходить тестирование, то уже опять ее введут, но на всякий случай вы должны знать, что такое наказание у нас не существует. И что касается еще смертной казни, пожалуйста, не отвечайте на такой вопрос, если он будет у вас в тесте, отменена ли у нас смертная казнь. Смертная казнь у нас не отменена, она приостановлена. И вот здесь мы можем сказать, что постановление Конституционного суда наложил мораторий на ее применение, потому что кто может отменить смертную казнь? Конечно, только тот орган, который ее и вводил. А вводил он у вас в уголовный кодекс, это Государственная Дума. А Государственная Дума действовала в соответствии с Конституцией, потому что у нас в Конституции записано, что смертная казнь является исключительной мерой наказания, вы видите, не лишение свободы, не пожизненное лишение свободы, не указано в Конституции, а смертная казнь указывается как исключительная мера наказания, которая может применяться за особо тяжкие преступления против жизни человека. Вот такое. Сейчас я еще раз повторяю, что смертная казнь, это пока законопроект, неизвестно, придет он или нет, но он сейчас находится в Думе. А вот на всем я хочу с вами попрощаться, пожелать вам благополучно сдать эти тесты, и еще раз подчеркиваю, что эти тесты более сложные, чем те, на которые вы отвечали в процессе обучения по уголовному праву. Я считаю, что наша задача выполнена, и на этом мы с вами кончаем. Всего хорошего. подчеркиваю, Спасибо. Продолжение следует...